Привет! У Содерлинга вышел ролик по книге Билла Шифра. Я хотела бы его посмотреть, потому что, ну, к сожалению, самой книги у меня нечего. Привет, с вами Содерлинг. Привет! И неделю назад, наконец-таки, вышла книга Билла Шифра. А, я видела в ТГ, то, что... Ну, продолжающие события Гравики... Он её у меня прям получил уже в свои ручки, потому что, как я предполагаю, здесь он основывался на материале из интернета. Повествующая нам о дальнейшей судьбе треугольного парня после финала сериала. И полностью раскрывающая всю его подноготную. Также здесь, наконец-то, раскрывается предыстория Билла и все подробности его влияния на человеческий мир. Нас ждут вырванные фордом секретные страницы третьего дневника. Описание самых жутких криптидов, шифры, коды, секретные сайты. А потому вас ждёт далеко не одно видео с разбором всех секретов книги Билла. Так что обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие выпуски. Правда, Ютуб начали замедлять, и ему вновь грозит бан. Поэтому обязательно подписывайтесь и на мой Телеграм, чтобы в случае бана не потерять меня. Там уже много дополнительной информации о книге Билла. А теперь же... Кстати, у него довольно часто посты выходят. Начнём. Ну, в целом, по поводу Гравити Фолста и других мультов. Оказав нас вырванных страниц из третьего дневника, который вложил в неё форд, обнаруживший эту книгу раньше нас с вами. Учёные рассказывают о том, что после окончания страны Геддона он множество раз перепроверял статую Билла и проводил эксперименты над разумом Стэнли, чтобы удостовериться в смерти шифра. Он сжёг все предметы в форме треугольника и даже выбросил все однодолларовые купюры с изображением иллюмината на всякий случай. Эффект стирателя памяти оказался непостоянным. И раз к Стэнли вернулись воспоминания, то с ними может вернуться и Билл. Но каких-либо доказательств этому не было. Не, ну я думаю, что если Билл вернётся, всё, это новый сезон, продолжение, и мы с вами все будем счастливы. Но, возможно, это даже было бы притянуто за уши. Насчёт продолжения по Gravity Falls я как-то делала реакцию на один такой видеоролик, и я прям столько комментов ваших прочитала. Кто-то этого безумно сильно ждёт и очень будет рад, если будет продолжение, а кто-то думает, что оно нахрен не нужно. Я нахожусь где-то посередине, потому что мульт закончился вот прям идеально, как оно и должно всё было быть. Но я была бы рада увидеть продолжение. Ново дня. Если что, реакции на Gravity Falls есть у меня на Boosty, и если Boosty тебе недоступна, то в Privat.tg. Где-то спустя несколько недель после событий финала, когда Форд внезапно обнаружил у себя в рюкзаке эту самую книгу с треугольником на обложке. Я выбросил книгу в мусорное ведро, расстрелял её из дробовика и вышвырнул во враг. Не очень эффективно. Но на следующее утро она снова появилась у меня под подушкой, целёхонькая и невредимая. И на следующее утро то же самое. Я пытался сжечь её, протыкать, разрывать, замораживать и дестабилизировать на молекулярном уровне. Даже скормить любимой свиньям Эйбл. Но она почему-то всегда возвращается, преследуя меня. Я никому не рассказывал о ней, не желая пугать родных. Потому что знаю, что же это. Я слышал мифы о ней, но не хотел верить, что они правдивы. Но всё-таки это правда. Книга Билла. Она... Я уже представила маленьких фанатов Gravity Falls, которым родители подавили эти книжки. И я так предполагаю, они тоже захотели бы проверить. Следует лишь одну цель. Вызвать на своих страницах голос шифра. Просто понимаете, я смотрела спидран по тиктоку YouTube Shorts как-то. И там говорилось про фейковую новость, в которой нужно было класть айфон в микроволновку. Ставить её, включать. И в айфоне появятся новые функции. И нашлись сотни человек, которые всё это взяли и сделали. А здесь детская книжечка и дети вполне могли бы в это поверить. Если что, с айфоном так делать не надо. Это опасно. Ну так, на всякий случай. Чтобы любой мог общаться с треугольником, даже после его смерти. Это необычная книга. Каждому она представляется по-разному. Кому-то она кажется совершенно пустой, а другим полной бессмыслицы. Она меняется и переписывается сама по себе, основываясь на разуме читателя, которому не посчастливилось держать её в своих руках. Она станет чем угодно, чтобы обмануть вас. На книжной полке её держать небезопасно, ведь она заражает и другие книги. Если она каким-то образом попала к вам, значит вы её следующая цель. Потому что бы вы ни делали. Не переворачивайте страницу, не вписывайте в неё своё имя и не верьте ни единому её слову. Чисто я получил эту книгу, где-то мне надо подписать себя. Выбросил книгу в один из межпространственных разрывов. И хоть она не единожды ещё к нему возвращалась, но по итогу всё-таки попала в наш мир. Однако мы с вами далеко не первые обладатели книги Билла. За неделю до её официального релиза в лесах Орегона её обнаружил Рейнджер Гасс из секретного аккаунта Алекса Хирша. И книга начала сводить его с ума. Он также пытался закапывать её и прятать, но всё безуспешно. Она возвращалась вновь и вновь. Книга буквально говорила с ним. Заражала другие книги. А когда Гасс попытался сжечь её... То сжёг свою квартиру, а книга осталась цела! ...счез и он сам. А, да? Буквально пропал без вести. Всю эту историю я подробно описывал в своём телеграмме. И теперь же нам предстоит лично столкнуться с тем, что обитает внутри неё. Стоит лишь... Эту книгу так расфорсил Содерлинг, столько всего рассказал, что я тоже себе её хочу. Вернусь в страницу. Так, 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 так. Я ждал целую вечность встретить с тобой. И я знаю, что и ты примерно столько же ждал встречи со мной. Да. Ты, наверное, задаёшься вопросом. Билл, ты ведь всемогучее осточество. Зачем тебе писать книгу? Зачем позволяешь мне её читать? И разве ты не умер? Так ты умер или нет? Что за дела? Я без понятия, о чём ты? Я в полном порядке. По факту, даже лучше, чем в порядке. Ведь у меня есть ты. И мы с тобой столько всего можем сделать вместе. Наверное, тебе кажется глупой встреча со мной. Ведь Билл Шифр это выдумка. Ты настоящий, а я нет. Так ведь? Ты в этом уверен? Круто, такой слом четвёртой стены. В конце концов, ты смертный. Однажды ты превратишься в пыль. А я идея. А идею невозможно убить. По факту. Насчёт сделки. Я позволю тебе прочитать книгу взамен на небольшое одолжение. Детали обсудим позже. Чтобы заключить с Биллом сделку, достаточно лишь перевернуть страницу. Чтобы отказаться, необходимо открыть именно 77-ю страницу, хотя страницы в этой книге даже не пронумерованы. Шифр чрезмерно настаивает на сделке и недвусмысленно намекает, что ожидание нашего решения убивает его. И вполне может быть, что это вовсе не метафора. Книга действительно очень необычная, ведь вы не просто читаете её. Складывается ощущение, будто бы Билл действительно говорит с нами через эти строки. Он прорывается сквозь страницы, выходит за их пределы, напрочь искажает всё её содержимое, и даже создаёт собственные варианты обложки. Книга просто пропитана безумием Билла. Сперва загадки, кроссворды, валентинки, а потом жуткие фотки и целая страница, посвящённая трубочкам. В один момент, когда ему не понравилось наше чрезмерное желание узнать о его слабостях, он и вовсе заставил нас читать великого Гэтсби. В другой же, Шифр внезапно просит облизать книгу и даже приложить палец, чтобы он мог взять немного нашей крови, словно ему необходима наша ДНК и прямая связь с телом. Но что самое интересное, хоть Билл напрямую этого и не говорит, он всеми силами старается стать нашим другом. Именно поэтому он первым же делом решает дать нам ответы на все интересующие нас вопросы, раскрывая свой точный возраст, триллион двенадцать лет, и признавая, что облажался во время Страна Гедона. Он рассказывает о своих слабостях, вроде стирателя памяти, квантового дестабилизатора, отсутствия физической формы, пластины и синтезированной музыки. И подробнее говорит о своих способностях, делясь тем, что даже в этот момент через книгу способен прочитать наши мысли. А видит будущее он в калейдоскопе вероятностей и отталкивается от наиболее вероятного исхода. На одной из страниц прямо говоря, что в бесконечном количестве параллельных реальностей Пайнсы проиграли, и лишь в одной единственной временной шкале им повезло сохранить все органы своего тела. Существует вселенная, где он квадрат, и ужасающая Чиби вселенная, где все отшлифованы до безобразия, что нам не повезло улице зреть лично в одной... Боже, Ким, пять с плюсом. ...ном из моих прошлых... Подождите, дом, дом совы... ...видео. Он рассказал и почему же вселенная голограмма, объяснив, что она по сути является голографической карточкой, хранящейся в рюкзаке непостижимого существа, известного как Деннис. Когда он достает карточку, у нас кружится голова, а если ее съест собака, нашей вселенной конец. Реальность иллюзия же, ведь люди не способны видеть за пределами оптического спектра и ориентироваться за пределами линейной хронологии. Реальность состоит из кода безумия и крошечных лего, и по факту наши чувства обманывают нас, потому не стоит им доверять. Любовь — это химически индуктированный гипноз, который использует человеческое тело, чтобы обманом заставить людей не есть друг друга, а достаточно долго для продолжения рода. А мы растем. Али вообще гибкий концепт, который можно редактировать под себя в любое время. Такая взрослая книга, я бы сказала. Но в целом это логично, а аудитория-то выросла. Сначала все это действительно звучит интересно. Однако же по факту за умными речами скрываются попытки Билла перевернуть наше мировоззрение и пошатнуть моральный компас. В один момент треугольник заставит нас убить эльфа Скримбла, ведь единственный способ сохранить ему жизнь... Жесткий... ...как... ...когда не переворачивай страницу книги. Я думаю, его убили везде. Скримбл умоляет нас оставить его в живых. Но на следующих страницах нас ведь ждет еще больше тайн. В другой же раз он попросит нас поделить число пополам, что также переведет к его убийству, от которого Билл поможет нам отмазаться. Шефер тщательно увиливает от всех вопросов о его смерти и загробной жизни, попутно бихая все больше и больше информации о своем трагичном прошлом, своих бывших, новые факты о его друзьях и грязные секретики семейки Пайнс. И все это, чтобы заслужить наше доверие. Я не расстроен, потому что с тех пор я сумел найти человеческого партнера гораздо лучше, чем Форт во всех возможных смыслах. После бесконечных разочарований, бесконечных неудач, я обнаружил человеческого напарника, который не станет меня обманывать и делать из меня дурака. Того, кто понимает всю трагедию отрицания моего величайшего видения. Я хочу эту книгу. Я нашел тебя. И думаю, наконец, пришло время поведать тебе мой план. Должен кое в чем тебе признаться, Амиго? Все это время, пока ты потреблял столь захватывающий контент из моей книги, словно поросенок со цичьей молоком мудрости, я внес в твой мозг некие коррективы. Совсем небольшие. Просто вырезал твои чувства страха и стыда. Удалил бесполезные воспоминания, кому нужен вообще 2017-й. И развил твою гипногогию, чтобы ты стал идеальным проводником моих планов. Зачем по-твоему на самом деле нужна была вся та кровь? Для чернил? По-умней, малыш. Мне просто нужно было вызвать в тебе легкую форму делирия, чтобы ты не заметил, как я меняю твои настройки. Небольшая ловкость руки готова. Гарантирую тебе все ради высшего блага. Сосредоточься на пончике, не на дыре, чувак, потому что тебе предстоит стать важнейшим человеком в истории. Твой разум теперь идеально настроен для великого дня. Тебе нужно лишь отправиться в Gravity Falls. Пожать руку моей статуи, и все начнется. Мы с тобой поменяемся местами. Я бы... Отправиться бы в Gravity Falls. Я думаю, что если бы такое место существовало, там было бы тотальное перенаселение. И это был бы не маленький городок где-то на Альшибе, а город Миллионник. Неконтрольно твоим телом, а ты сможешь пока позависать в моей плюшевой VIP-комнатке из подушечек в загробной жизни, пока я воспользуюсь твоим местным транспортом, чтобы врубить или на доставшихся земных порталов. Как только я перезапущу Странагедон, мы снова с тобой поменяемся телами и будем вместе править этим миром. Странагедон 2.0, детка. Мы врубим небесный плед, раздробим президента на пасту и будем править словно боги. Я убью пайнцев острыми предметами. Пока. Я уже даже купил себе пиньеты, чтобы добить их органами пайнцев. Правда, я никогда еще не менялся телами, находясь в могиле, так что есть вероятность, что это убьет нас обоих. Но кто не рискует, тот не пьет шампанское. Я убрал твои нейроны нерешительности и зарядил энергией твою импульсивную часть. Так что я знаю, что тебе этого хочется. Бесплатный отпуск от тела. А потом ты проснешься и будешь править миром. Ты же хотел, чтобы твоя жизнь наполнилась смыслом. Вот он. Давай сделаем это вместе. Пойдем навстречу смерти ради на высшей награды. Все будут бояться тебя. Даже ты будешь себя бояться. И в отличие от предателя Шестопала, ты же не станешь отступать, когда на кухне станет горячо. Так ведь? Так ведь? У меня лишь один вопрос. Ты ведь со мной? Но перед тем, как ты дал ответ, в игру снова вступает Форд, который вставил в книгу страницы от каждого из пайнцев, которые убеждают тебя не совершать ошибку. Как и мило. Эти крохотные персонажи со своими причудливыми мини-историями. Вот и они тебя волнуют. Если они... Вообще-то да. Потому что ты отбросишь прочь свою божественную судьбу ради какой-то смертной семьи. Да нахрен ты судьба какая-то там нужна? Они знают тебя не так хорошо, как я. Нет. Пайнсы для тебя ничего не значат. Ты дал мне свою кровь. Ты дал проникнуть в свой разум. Ты убил эльфа. Ради меня даже глазом не моргнул. И теперь ты готов совершить сделку. Верно же? Ты ведь готов выполнить все условия, так ведь? Нет, 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 что-то не так. Я вижу, что в твоем разуме наша связь слабеет. После всего... Сам виноват. ...то, что я для тебя сделал, я поделился с тобой своими детскими воспоминаниями. Я пробил четвертую стену ради тебя. И вот так... И это шикарно. Ты решил мне отплатить? Это ведь снова он, да? Я знал. Это он настрал тебя против меня. Этот неуклюжий, тупой мошенник. Слабая копия 6 балла. Стэнли. 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 В тот день, когда бил шифр, казалось бы... Блин, ну он когда это произносил, я вспомнила. Стэнли. Ну, Марвел. ...погиб. Он воспользовался трюком, которому никогда бы не прибег. Сломлен и разбит, но все еще не мер. Шифр покинул голову плота и его притворств. Отчаянными мольбами он в панике просил о встрече с вычурным созданием самых высших сил. Чане, где-то за пределами пространства, встретились лицом к лицу, две противоположности контрарных. Один лишь шаг отделяет его от возрождения. Своему старому другу поведал он о произошедшем. Послушай, как бог богу, признайся. Кому не плевать на жизнь тех братьев? Они все лишь муравьи, это все игра. Так наш мир и старт, и начнемся заново с утра. Я слишком крут и весел, чтобы умирать. Так дальше этому треугольнику вновь удачу испытать. Акс сделал понимающий вздох. Он ожидал от Билла этих слов. Не помогу тебе вновь воспрянуть отрицание. Нифига голос. И стоит тебе пройти мое испытание. Если сумеешь выполнить программу ты мою, тогда вновь к жизни я тебя верну. Мне нужно демонов истреблять, духов пожирать. Ждет тебя то, что давно пора тебе узнать. Есть лишь один способ искупить свои грехи. Лишь время поможет сгладить тебе твои углы. Билл не мог поверить в свою удачу. Этот Саламандр был просто одурачен. Все вышло проще, чем он думал. Притворил... Не думаю, что все так просто. ...все что раскаялся, а тот все принял. В борьбе Билл был непобедим. Каким бы ни был вызов, он преодолим. Он пожал Аксу лапу с ликованием. Сколь же ужасны могут быть эти испытания. Приветствуем. Мы хотели бы извиниться от имени нашего персонала за то, что вы только что увидели. Мы все объясним. Через эту книгу против наших правил с вами связался пациент номер 323322 из отделения тиранов измерений нашего максимально охраняемого оздоровительного центра. С тех пор, как Аксу лотель направил его сюда, шифр не единожды показывал себя с уникальной стороны. Первый же день он начал одиночный тюремный бунт, после чего его поместили в одиночную оздоровительную пустоту. Оздоровительную. Мы понимаем, что терапия может тяжело отдаваться новым пациентам. Поэтому мы повесили плакат в тюремной камере Билла. Будь треугольником, а не треуголовником. Надеемся, что это поможет. Здесь, в шфера тюрьме, мы верим, что смерть может стать началом новой жизни. При хорошем поведении, бывшие волшебники, титаны, пожирающие миры, и даже мистер Шифр имеет множество захватывающих возможностей. Когда увидела титаны, там, миры, но он, конечно, ничего не пожирал, но все же я подумала про Таноса. ...постей для реинкарнации. Возможно, в тритона, креветку или облако грибковых спор. К сожалению, мистер Шифр недавно во время кружка по искусству и ремеслу терапевтического дневника связался с вами через эту книгу. Я прям вспоминаю Гидеона, как он там в тюряшке время проводил. Не волнуйтесь, если можно отрыть себе что-то хорошее, наши пациенты рано или поздно обязательно это обнаружат. Будем надеяться. Если это займет вечность, особенно если это займет вечность, мы дадим мистеру Шифру еще пять минут времени на ведение дневника, чтобы закончить сеанс. А затем мы конфискуем эту книгу. А далее следует время кукол. Слава Аксолотлю. Ладно, ты это хотел увидеть. Теперь ты счастлив? Вот где меня заперли. Чрезмерно напичканы лекарствами кавканской лечебницы со злодеями и неудачниками из различных реальностей. До тех пор, пока я не усвою какой-то урок. Я-то думаю, у тебя хватит смелости вытащить меня отсюда поскорее. Но оказалось, что ты такой же, как и все. Как и мои никчемные приспешники-маньяки, которые даже не удосужились позвонить. Как и моя ничтожная семья, которая пыталась подавить мой талант. Как шестопал, который испортил все за шаг до высвобождения реальности. Ладно, как хочешь. Знаешь, что я понял на терапии? Ничего, этот тупой камень не сможет удерживать меня лично. Мне не нужны миллионы последователей. Нужен лишь один. И это лишь дело времени. А у меня в запасе все время этого мира. Вот извините, но я смотрю на это, и я вижу продолжение. В том плане, как его можно сделать обоснованным и логичным. Да, будет другой человек. Кто-то, кто подберет эту книгу и таки пожмет мне руку. Как будто эта книга может быть переходным моментом от основного мультсериала к продолжению. Притом, что прошло несколько лет, она сгладит все это. Нужно только захотеть, да? О, вот когда вы будете ждать этого меньше всего, я вернусь. Боже, так было бы с Gravity Falls. Тебя, ты меня предал. Я разрываю наши связи и вырежу все наши лучшие совместные воспоминания. Чик-чик. Помнишь ту главу о Бермудском треугольнике? Нет? Супер. Уже действует. Скоро все это покажется тебе сном. Ты меня больше не увидишь. А я всегда буду следить за тобой. Ведь не важно, что эти идиоты-консультанты говорят мне в этой полной улыбоклетке. Мне никто не нужен. У меня никого никогда не было. Я ни по кому не скучаю. А это грустно. Я в порядке. В полном порядке. Однажды кто-нибудь выпустит меня отсюда. На этом вполне закономерно и заканчивается история Билла Шифра. Запромывание мозгов, разрыв и проникновение в ткани пространства и времени, хронные инфантицари-убийства, многоуровневый маркетинг, психологические пытки, инцидент с двухмерным измерением и странно Гедон, он навечно оказался заперт в терра-тюрьме, в нейтральной зоне вне времени, в измерении номер 5150. И все, на что ему остается надеяться, что спустя секстиллион и лет терапии, он сумеет реинкарнировать в креветку. Статуи Билла Шифра обнаружили еще 7 лет назад. Ему пожали руку сотни людей, но он так и не сумел возродиться. Он даже не уверен, что способен поменяться телами, будучи мертвым. Эта книга, по сути, была его последним шансом, и даже здесь ему перекрыли кислород. Последние конвульсии одновременно столь могущественного по силе и столь ничтожного по своей сути существа, которое до самого конца пытается ухватиться за любую соломинку, игнорируя как советы всех окружающих, так и подавляя даже свои собственные чувства. В одной психушке с ним сидит Ктулху, летающий куб, временной чернокнижник, Сатурн с известной картины, гигантское ухо, которое также участвовало в событиях страны Гедона, а также в углу притаилось ядро в облике шлема Дарси из Амфибии. Также в отделении... Кстати, этот мультик мне советуют посмотреть, у меня на него сбор открыт, я про него вообще ничего не знаю, но многие нахваливают, что вы можете про него сказать? Также в углу притаилось ядро в облике шлема Дарси из Амфибии. Также в отделении 333 с ним находится Сфера Монгер с синдромом дефицита измерений, Мистер Глупыш с октопаранойей, Этерналор с алхимоголизмом, Шедоург с зависимостью от загадок, Логикуб с задержкой Кубертата, Джессика с кризисом вечной жизни, Пейнгориус, который вылечился и вскоре реинкарнирует в бабочку, а также так называемый зверь, тот самый вкусовой щенок из галлюцинации Мэйбл, и здесь указано, что он столь же опасен, как и Билл Шифр. К ним обоим представлена максимальная охрана особого уровня. На этом книга завершается, однако же нам с вами предстоит еще многое обсудить. Детство Билла Шифра, его влияние на человеческую историю, секретные страницы дневника и, конечно же, шифры, ведущие на таинственный сайт. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пробудить. Пока что у Содерлинга вышел еще один видеоролик, и я бы хотела его посмотреть. Мне безумно интересно было просматривать это видео. Мое почтение Содерлингу за то, как озвучил все диалоги и визуализировал то, что было в самой книге. Я хотела бы ее купить. Мне кажется, что сейчас это возможно сделать на английском языке, но если можно будет на русском, я бы это сделала. Я видела то, что Содерлингу, его книга пришла, но, правда, я не прочла, на каком именно она у него языке. Спасибо большое за то, что посмотрел или посмотрела это видео вместе со мной. Пока! Скоро увидимся!